Всем привет! Я Игорь Дживотзаде. И сегодня мы рассмотрим очень интересный комплекс, который мы разработали с нашими учениками в нашем классе. И этот комплекс направлен на улучшение нашей координации. Называться он будет маятник. Как коротко можно ответить на вопрос, что такое координацию? Легко и просто. Координация это сумма волн нашей конечности. То есть двух рук и двух рук. Сейчас на примере левой и правой руки можно будет понаблюдать, как работает координация при изменении волны одной из конечностей. Соответственно, меняя волну, мы меняем мелодию той или иной конечности. Для примера возьмем такую штучку, как две шестнадцатые восьмая. Вот в правой руке две шестнадцатые восьмой мелодии. Поиграем вначале в унисон. Мы видим, что руки двигаются идентично. То есть волны совершенно одинаковые. Давайте попробуем изменить волну в левой руке. И что получится? Получится триоль. И посмотрите, какие будут волны. Какие они будут разные. Вначале играем в унисон. Через пару-тройку тактов меняем. Легко и просто. Не нужно сидеть математически вычислять, какой удар за каким следует. У нас есть три удара, следующие друг за другом. В определенной волне они будут создавать определенную мелодию. Поэтому, если вы хотите играть вот такие сложные достаточно координационные моменты, следите за волной. Следите, как у вас работает рука. Теперь обратимся непосредственно к самому комплексу, который называется маятник. Задача маятника – разъединение волн ног и волн рук. То есть наша задача – разъединить мелодию, которая будет играться в ногах, разъединить мелодию, которая будет играться в руках. Вначале рассмотрим мелодию ног и поймем, почему этот комплекс называется маятник. Мелодия будет выглядеть вот таким образом. Две шестнадцатые в первой четверти, то есть правая нога, левая нога, раз, и, и вторая четверть, два, и. Когда барабачик играет волей или неволей, он танцует, все равно происходят какие-то движения. То есть движение влево, движение вправо, вперед, назад – неважно. В данном случае два движения. Справа налево – раз, и, и слева направо – два, и. То есть наша задача – услышать мелодию и сесть просто на этот маятник. Раз, и, два, и. 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 Окей. С мелодией ног мы разобрались. Идем дальше. Для большего удобства и для лучшего контроля заполняем все шестнадцатые. То есть заполняем две слабые восьмые. На раз, и, и на два, и. Двумя шестнадцатыми в правой руке. То есть раз, и, два, и. Раз, и, два, и. Выглядеть это будет вот таким образом. Движение влево. Справа налево. Две правой руки. Движение слева направо. Все те же две правой руки. И вот мы уже получили аккомпанемент, состоящий из восьми нот. Раз, и, два, и. Раз, и, два, и. Наша задача как можно точнее играть все эти 4,16 в первой доле, 4,16 во второй доле. Можно ускорять темп. Ускорять темп для того, чтобы посмотреть, как будут руки работать в том или ином темпе. К примеру, в медленном темпе у нас, при котором, соответственно, будет больше, удары будут плотнее. В быстром темпе, естественно, у нас прибавятся пальцы. И прямо посадимся и начинаем. Поиграем в тарелку. Все. Акомпанемент готов. Далее остается левая рука. Это у нас самое главное. Потому что левая рука, она будет солисткой. Она будет солировать. Не беритесь сразу за какие-то сложные элементы, за очень сложные фразы. Несколько уроков назад мы проходили интереснейшую тему 15 мелодий. Откроете школу Гарри Чейфи. Там все эти мелодии выписаны. Поэтому берем аккомпанемент и во вторую четверть, пока только во вторую четверть, позже можно будет вставлять эти мелодии в каждую и в первую, и в вторую четверть. Начинаем медленно, в медленном темпе играть все эти 15 мелодий. Сейчас я попробую сыграть по два такта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сыграли, но, как вы могли заметить, два такта были четырехчетвертными. То есть вы играете каждую мелодию по четыре раза. И в конце занятия, как вводится, мы попробуем поднять темп. В данном случае BPM, то есть темп будет равен 135 ударам в минуту. Обратимся к нашему другу Лоджику и вместе попробуем что-то сыграть. Пока. Раджива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...